Это вообще полное беззаконие. Мы тогда, получается, я вообще не понимаю, тогда мы кто? Мы жители Москвы или мы вообще непонятно кто? 68 метров до цементного завода. Каждое утро я сметаю с подоконника вот такую горсточку цементной пыли. Мне говорят, что это безопасно, цементная пыль. Я открываю большую медицинскую энциклопедию и смотрю, чем грозит цементная пыль. Онкология, язва желудка, болезни почек, Айцгеймера. И у детей отсталость в развитии. Здравствуйте. Опять утро нас встречает реновация. Вот сейчас мы находимся около управы Южного Медведского. И, конечно, по поводу реновации. Сегодня здесь встречается рабочая группа. Будет присутствовать вот здесь вот находится Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы. Сейчас должна подъехать потяевая уполномоченная по правам человека. И тема, конечно, реновация. В данном случае улица Молодцова, 19, корпус 1, где безжалостно вырубили и вырубают целую рощу деревьев около жилого дома, вокруг строящейся очередной доминантной реновации. Наши законодатели постарались. И теперь для того, чтобы строить, вырубать, крушить и ломать город, не нужны практически никакие документы. Ни разрешения, ни порубочные билеты, ничего. А здесь очень тяжелая ситуация с экологией. И совсем рядом находится завод железно-бетонных конструкций, от которого идет пыль и загрязнение воздуха. Ну вот посмотрим, как будут развиваться события. Я обратился на заседание Мосгордумы на последнем, или нет, предпоследнем, где полномоченная по правам человека Потяева представила свой отчет. Я в своем вопросе и в своем выступлении обратил внимание на жуткую ситуацию в северо-восточном округе с программой реновации. Я и сказал о том, что эта программа здесь реализуется за счет благополучия местных жителей в виде точных застроек, вырубок зеленых насаждений. В качестве примера привел улицу Молодцова. И к тому же еще находится промзона с несколькими действующими бетонно-цементными производствами. И вместо того, чтобы там эту зону очищать, и, например, там построить дома под реновацию, где они никому не будут мешать, вместо того, чтобы делать это, зарубают последние остатки защитного пояса, который ограждает хоть как-то жителей этих домов от вредных выбросов. А выбросы происходят регулярно, каждые две недели. Вдобавок к этому туда еще и собираются заселить тысячи людей под реновацию. Это уже просто какой-то, какой-то, я не знаю, концлагерь экологический хотят устроить. Я предложил ей приехать лично ознакомиться с этой ситуацией. Вчера мы с ней поговорили, и она предложила провести круглый стол по этой проблеме в управе Южного Медведкова, где и находит свою символацию. Лет восемь назад был утвержден проект межевания. Есть документ, я его сам видел. Проект межевания этого квартала огромного, который, конечно, он жителям не очень нравился, и были претензии к нему, но, тем не менее, он какие-то базовые права гарантировал на благоприятную окружающую среду. Там не было высотных зданий в этом проекте. Там земля была отмежевана к домам так, что там могли бы те же самые зеленые насаждения их окружать и так далее. И вдруг управа в прошлом году отвечает жителям, что она не знает ничего такого. Вообще. Не было проекта. Мы не можем его найти на электронных картах кадастровых города Москвы. Куда-то он исчез, испарился. Вместо него утвердили, сзади начали строить уже стартовые дома, реновации. Начали все рубить, весь этот защитный пояс. И через некоторое время проводят слушания, которые, естественно, о которых никто не знает. Они где-то мелким шрифтом на сайте были анонсированы. Даже вот здесь не было объявлений, вот внутри управы не было объявлений. Потому что их бы быстро заметили, если бы они были. И с задним числом вдруг оформляют новый проект нежелания. Где у жителей вообще ничего, никакой земли нет. Есть только у реноваторов. Больше ни у кого. И это с задним числом легитимизирует эти безумные стройки. Вот поэтому мы сегодня все это будем обсуждать. Тут будет глава управы. Я так понимаю, что префект Слава Беляев испугался. Хотя его Татьяна Александровна мне сказала, что она его будет приглашать. Видимо, он не пригласился. Но не важно, хорошо. Будут его представители префектуры. Обсудим ситуацию и будем ставить вопрос о том, что давайте-ка, наверное, затормозим эту соревнованность здесь. Прошли неделю назад публичные слушания, при которых в этот период наши жители приходили в управу с подачей заявлений очередных для установления санитарно-защитной зоны, которые у нас, Молодцовская промзона, заводы выбрасывают по ночам, по выходным, бетонную пыль, покрывающую все отрадное, бибелево. Огромные дома, высокоэтажная застройка, 14-20, 25-35 этажей. Это нагрузка на район, это нагрузка на всю Москву и дома не очень хорошего качества. Здравствуйте! Х aman! Может быть, это было не дело. Я не знаю, какие он недział. Я traffics director? Он гуди. Яyg inspirал. Я приглачен. Он признает себя на депутат. Мы смотрим, нет, что мы следственное. А там прошел тот человек, который вообще не должен пройти. Олег Владимирович, мне надо пройти. Я шестая, Олег Владимирович. И мне надо, я дом 34. Я шестая. Я шестая. Слушайте, это вообще бескресел. Вот это власть. Вот это власть. Олег Владимирович, я дам в России. Давайте я сейчас пойду поговорить. Давайте вы и я. Два человека. И пресс. Прокомментируйте, что произошло. А произошло то, что мы представители домов. Причем по одному представителю от каждого дома. По улице Молодцова. И нас сейчас не пропустили. Соответственно с нами не хотят говорить. И сейчас не пропускал. Кто Галемба? Галемба. 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 Глава управы. Да, глава управы. Это вообще полное беззаконие. Еще раз я говорю. Мне страшно за будущую жизнь моих внуков. А по какому принципу они отбирали людей туда? Честно говоря, даже не знаю. Неизвестно. Ой. Неизвестно. По принципу, знаете, молчаливости. Как и следовало ожидать, всех жителей многочисленных, которые здесь собрались, возмущенные, не пустили поговорить с руководством управы. Выпустили только небольшую группу. Все остальные ждут результатов на улице. Но вообще вот эта вот система, начальник поговорит. Вообще это не уровень управы бороться с этой программой реновации. С программой реновации должно быть вообще политическое решение. А вот это вот чисто советский подход. Граждане недовольны. С ним выйдет начальник, поговорит. И они радостно вернутся к своим рабочим местам, станкам, стагам. Скажет барин слово и землицу нашу возвращат нам снова. Об этом писала Чуйнекрасов. Вот. Если какие-то договоренности, какие-то обещания и так далее последуют, мы об этом вам расскажем. Вот сейчас так было хорошо сказано. И как раз подвели то резюме. Потому что я очень эмоционально. Меня эта вот ситуация просто выбила из колеи. Такое неуважение к жителям. Все. Спасибо. Чисто по-российски. Вот приедет барин, он насыросует. А вы черни пошли вон. Спасибо. Пожалуйста. Ну и вот как итог сегодняшней встречи. Произошла вот эта вот рабочая группа работала с участием председателя Московской городской думы Шапочникова, зампрефекта Сваука Данцева и полномоченного по правам человека Потяевой. Был принят ряд решений о том, что Потяева обратится в Роспотребнадзор о том, чтобы была проведена повторная экспертиза экологическая. Сергей Митрохин уточняет, что он будет требовать, чтобы она была проведена с участием независимых экспертов и представителей домов, пострадавших от этого экоцида. Ну и ряд других решений. Параллельно прокуратура Москвы рассматривает обращение Сергея Митрохина вот об этом вопиющем случае. Будем надеяться, что вот такая вот встреча поможет решить этот вопрос в пользу жителей. А другим жителям города Москвы, которые практически все подвергаются вот таким вот угрозам со стороны фонда реновации, я хочу сказать, чтобы они все были такие же активные, как и жители Южного Медведкова. Сами понимаете, под лежачий камень вода не течет. Продолжение следует...